Всем привет! Сделал я лед. Первый. Вчера еще. А сегодня начал немножко этот ледок заснеживать. Но я много снега не хочу делать. Хочу сделать небольшой снежок. Именно на льду. Как будто лед только встал и на него начал падать снег. Вот эта вот рябь подтаявшего снега делала каким образом? Брал вот этот состав. Смешивал его с содой и тычковыми движениями, кистью. Просто протыкивал и все. Просто придает некую шершавость и глянцевость. Как будто он подтаивает этот снег. Очень хорошая вещь, кстати. Очень понравилось. Потом сделал соду. Ну, стандартный состав. Сода, вода, ПВА. Но пожиже. То есть жидкий состав. Ну, сродни воде. Прошел по берегам. То есть вот здесь. Прошел по берегам. Зачем это надо? Потому что с краю он снег все равно будет подтаивать. То есть края будут подтаивать. А здесь вот уже сейчас намешаю соду более густую. То есть она вот сейчас вот такая вот, как вода. А сейчас я буду делать ее более густую, чтобы прям кистью берега пройти. Приготовление этого снега есть на канале, поэтому я не буду еще 10 тысяч раз объяснять, что и как делается. То есть если есть желание, можете посмотреть. А сейчас будем конкретно просто заснеживать берега. Работа эта делается для групп билда в одной из групп. Только удивительно, почему в диораму никто не хочет еще добавляться. У нас там всего двое. Вот. А этот снег уже он более вязкий. Вот этот снег, он будет больше похож на выпавший с небольшим настом. То есть вот подобного вида снег есть на работе. Вот дал прикурить. Там можно найти будет. Этот снег, он прям будет практически сразу высыхать. Если жидкий, он еще высыхает минут 10, этот даже еще дольше, то чем больше сода вы добавляете, тем быстрее снег схватывается. Добавил немножко белого акрила, чтобы он посветлее был. Видите, это гуще какая, она вообще густая. Если захотите придать пушистости, просто сверху можно будет пройти дополнительно, присыпать соды и все, и он снег будет как пушистый опять. Даже немножко жидковато течет. Ну да ладно. У меня было несколько работ на выбор, конечно. То есть несколько идей, из которых можно было выбрать. Я решил сделать зиму. как-то вот мне зиму хочется сделать. Я вообще люблю работу, где воду надо делать. А здесь и вода, и зима. Два в одно. Вот. Мостик сделал вчера. Вот. Вот он мостик. Будет он вот так вот лежать у нас. Еще сделаю поручни здесь-то. Из такого, из веток там каких-то. По фотографии делаю. Уж очень понравилось мне, как этот мостик выглядит у Бога. Там как раз вписывается в колорит, так сказать. Если кто видел, может кто даже собирал, есть фигура от Мастер Бокс. Там гансы идут, все замерзшие. Вот и здесь будут эти гансы. Еще плюс дополню набором от Дрэгона. Тоже зима там 41-го года. Но я его немножко переделываю, как будто один боец упал. Второй помогает ему встать. То есть, у нас здесь стрельбы не будет. Будет голод-холод. Так как у нас Германия не была готова к такой лютой зиме в 41-м году. Вот мы им посвятим эту работу. Как они у нас мерзли. Вот снег все равно его еще дополнительно где-то слоя 2-3 надо будет делать. Вот я всегда так делаю подобным образом. Он так выглядит более естественным, более пушистым. Вот на работе дай прикурить там чуть ли вообще не 4 или 5 слоев снега. Там целые сугробы я их формировал. То есть, вот он высыхает, наносишь еще слой. Высыхает, наносим еще слой. И таким образом создается вот эта вот воздушность какая-то. Зачем я вот этот сурок сделал? Я хочу, чтобы снег был немножко повыше. То есть, чтобы он нападал прилично. Да, может быть немного не будет стыковаться то, что лед еще не встал, а снег уже лежит. Че ж знает сколько. Ну, бывает такое. Редко, конечно, но все-таки. Тем более, речушка очень узенькая. Она должна была моментально встать льдом. Ну, дала. Опустим этот момент. Можно было бы, конечно, всю сделать подо льдом. Ну, не захотел я этого. Хочу, чтобы вот она была немножко открыта. Буду изготавливать деревья. Скорее всего, буду деревья делать так, чтобы создавалось ощущение сильного ветра. Буду изгибать ветви в одну из сторон. Не знаю, в какую. Ну, и, соответственно, скорее всего, придется лирять делать, или волну. Так как, если ветер, то вода не может быть спокойной. у нас гипс реагирует, что ли, с содой. Так, как такие дела. Очень много красивых фотографий, вот зимних. как-то для меня сложно было вот этот вот воспроизводить, особенно вот этот вот первый лед. Кстати, вот первый лед, да, этот первый слой, он сделан с помощью матового лака, атака, вот таким вот лаком проходил. И очень хороший, вот матовый сдаёт. То есть, создаётся ощущение, что действительно какая-то непрозрачная. Пытался сделать из обложки тетрадной. Такая она тоже мутноватая немного. Но приклеить я её ни на что не смог, она сворачивается. То есть, я её и на жидкости клеил вот для придания влажного эффекта. Она не клеится, она прям сворачивается в трубочку и всё. Так что, может у вас получится, конечно. Вот обложка тоже отлично смотрится. То есть, вот именно вот эти вещи, которые помогут имитировать небольшой лёд. Кстати, вот обложка можно и толстый лёд скорее всего имитировать. Но толстый лёд, если бы я имитировал, я бы делал именно взял вот эту жидкость, вот эту, добавил бы соды и вот он создаёт эффект отличной льда. То есть, мелкая вот эта крупиночка, вообще отлично просто. Так что, всем советую приобрести такую чудо-жидкость. Стоит недорого, порядка 200 рублей, 230, 250, а хватит вам и надолго для работы совсем. У меня такое ощущение, что придётся мне вот эти вот вещи, вот эти, гипсовую штукатурку, дополнительно обрабатывать. Вот так. вот сейчас берега заснежим, насколько нам хватит. И будем уже понемножечку прорабатывать деревья, потому что здесь растительность бурная. То есть, вот здесь будут небольшие деревца, здесь крупных деревьев нет. То есть, здесь какая-то мелкая поросль, берёзки стоят. Вот здесь большое дерево будет, оно будет наклонено над речкой и сюда выходить с изгибом. Здесь будет крупное дерево стоять. Здесь кустарник какой-нибудь сделали, вообще не буду ничего отрогать, как бы бережок такой. То есть, хочу я максимально оживить эту работу. Особо торопиться с ней не буду. Пока никаких задумок нет. Не, была задумка сделать дорогу жизни, но почему-то я решил пока заняться вот этим вещам. Хотя дорогу жизни я сделаю рано или поздно. там с водой придется повозиться. именно фото такие нашел, где полуторка едет по раму в воде, там брызги надо будет делать, это все надо эпоксидкой делать, которая продается двух компонентов, в шприцах. Не та, которая заливала я воду, а в шприцах она автомобильная, что считаете, я не знаю. Она быстрее застывает практически моментально. И вот ее с синтепоном смешивают и получаются из нее неплохие брызги. Но понятно, что руки еще нужно дополнительно. Я пока с этим не работал, я ничего не могу сказать. Как это просто сложно, скорее всего, это очень сложно, так как надо чисто визуально воспринимать, как это должно выглядеть. Опыт, надо нарабатывать опыт. Без опыта ничего не получится. Многие юные моделисты, как я, не особо любят экспериментировать, а мне это доставляет удовольствие. Попробовать что-то новое. За всю свою историю модельную собрал я один танк, один ЗИС, ну и все в принципе. Дальше я везде занимался исключительно фигурами, миниатюрами, лошадку собрал с тележкой деревянной. То есть я технику толком не собирал. Тридцатьчетверку собрал. Тридцатьчетверку от макет мне, кстати, понравилась, которая именно красная сорма, там, 112. Вот она очень даже ничего приятно собирается. Не могу ничего плохого сказать, стыковка хорошая. По-моему, отчасти я не соображаю, если честно. Вот эти все болтики, гаечки, винтики, я даже не понимаю, как люди это все смотрят, по чертежам, что-то. Мне интересен процесс создания вот таких вот вещей. Понятно, что если там будет техника, это все будет выглядеть гораздо приятнее, но, например, если собирать того же тигра какого-нибудь королевского или пантеру, то понятно, что для окраски нужен аэрограф. Камуфляж в его кисти очень проблематично наносить. Учитывая мою рукожопость в плане камуфляжа и прочего, то есть я даже попытаться не буду без аэрографа что-то наносить. Аэрографа пока нет. Так он как говорится в в будущем будет, когда руки дойдут до техники, но пока как-то до техники они не доходят. они доходят не знаю почему. То ли останавливают отсутствие аэрографа, как говорится и хочется и кольц. так что в скором времени приобрету аэрограф и все станет гораздо интереснее. То есть начну может быть собирать технику, добавлять технику в работы. Ну, не факт, конечно, но я согласен, что с техникой работа выглядит поживее как-то. А то у меня все диорамы они без техники. То есть единственное вот на мосту обоз есть. Была диорама и правда отдал в школьный музей. Вот там 34 я кистью украсил. Ну, не знаю, вот я как-то попробовал. Почитал форум, мне посоветовали эмали хамбру. Попробовал, да, действительно хорошая краска под кисть. Но там проблема в том, что если акрил прокрасил, просохло минут через 15 и можно заново украсить, то там просушка между слоями часов 10. В зависимости от температуры, летом там 6 часов может на балконе стоять и высохнуть. То есть это очень долго. Но ложатся они хорошо, матовость хорошую дают. Не могу ничего плохого сказать про эти эмали. Действительно под кисть хорошая штука. Но я не пробовал технику красить валей же вот это Panzerset. Я думаю, что Panzerset не намного хуже, если даже не в разы лучше. Потому что зная, как ложиться валей же, думаю, что это такая же отличная краска, как и модель color серия. Надо будет попробовать конечно Panzerset на чем-нибудь. Там есть очень интересные цвета для миниатюр германских танкистов. Вот ее надо будет как-нибудь опробовать и тогда я точно смогу сказать насколько хороша эта краска или не хороша. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА